Мустафа, скажите, пожалуйста, как живет с сегодня крымским татаром на аннексированной территории и как было до этого? У крымских татар было очень много проблем и при украинской области, потому что мы живем в регионе, где наиболее сильны были пророссийские настроения и в результате депортации тех демографических периодов, которые произошли последние полвека. Крымские татары в силу от этих обстоятельств оказались в национальной меньшинствовании своей национальной территории, всего лишь 13%. И, конечно, подвергалась жесткая дискриминация. Сейчас ситуация кардинально ухудшилась, потому что к власти пришли как раз вот эти самые сифры, сатистские силы, присоединение ненависти к крымским татарам, и они подкреплены властью Крымской России. Поэтому ожидать, что любого хорошего в перспективе крымским татарам не приходится, и они в свое будущее видят только перспективу, которые видят только после освобождений Крыма, так и в пасху. А что конкретно стало хуже? Ну, крымские татары оказались как бы снова при советской власти, то есть без отсутствия каких-то демократических свобод, постоянные слежки, прослушивания. И, причем, советская власть не в самых рабочих времен, а где-то, наверное, в 50-х годах в советской власти. Сейчас очень самое процветает доносительство, страх людей. Поэтому у всех желание покинуть этот Крым, потому что мы обращаемся к своим соотечественникам с призывом переждать это тяжелое время и покидать родину, потому что мы в течение нескольких десятилетий боролись за возвращение на эту историческую роль. Скажите, пожалуйста, на вас лично оказывается давление? Меня просто не пускают на территорию Крыма. Я столько лет боролся за возвращение, 15 лет просто делал в первых советских первых номерях возвращение, добиваясь возвращением. И теперь снова для меня Крым запретил. При советской власти, по крайней мере, такого запрета не было. Я мог тогда хоть приехать, побыть, и, ну, правда, не прописывали, не позволяли жить. А сейчас еду. Просто нельзя ступить ногой на свою историческую роль. Нельзя увидеться своими родными, близкими, своим соотечественниками на своей земле. Такого хамства вообще за последние столетия, наверное, мало кто видел. Встречался. Ну, вот, и столкнулся. А почему вас не пускают туда? Ну, он считает, что, Путин считает, что мы экстремисты. Поскольку мы не воспринимаем оккупацию, мы считаем, что русские войска должны покинуть нашу территорию. То есть им проще вас не пускать, чем там уголовное дело возбуждать? Ну, они уголовное дело как могут возбуждать, потому что я гражданин Украины. Хотя, собственно говоря, для этого дисперсия каких-либо законов нет. Они попирают даже свои собственные нормы. То, что подписали всякие договоренности, они за все это не наплевали. Руководцы тем, что им нужно, а не тем, что там написано. Скажите, пожалуйста, как проходил референдум о присоединении к России? И участвовали в этом татары? Крымские татары изначально заявили об Айкуте, то референдума, и по нашим оценкам, где-то 0,5% крымских татар принял участие. Но то, что там официальные средства опубликовали, что якобы 85% жителей Крыма приняли участие в референдуме, это абсолютная ложь. Мы располагаем точной информацией про докладную записку о Федеральной суде безопасности Крыма своему начальству Москвы, где там тегурируют циклы 34,2. И это не факт, что они все проголосовали за присоединение к России. Таким словом, был такой обман общественности, как такого референдума там не было, написали те циклы, которые нужны по членам власти. Да и само по себе этот референдум о статусе части территории того или иного государства, он незаконим, он противоречит украинскому законодательству, противоречит международным нормам. И какой может быть референдум в условиях оккупации под дулами автомата. Поэтому никто, конечно, в мире из нормальных людей референдум признавать не будет. Но самое интересное то, что отныне какие-либо разговоры о референдуме невозможны, потому что даже если, скажем, кто-то будет начнёт говорить о том, что надо провести новый референдум по статусу Крыма, то это действие оккупационными областями будет рассматриваться как призыв к сепаратизму. И соответствующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации за призыв к сепаратизму могут быть лишены свободы сроков на 5 дней. Так что капкан уже закрылся. То есть желающих отсидеть в тюрьмах российских нет, да? Ну, желающих отсидеть или просто исчезнуть, это, конечно, только начнется. Но люди исчезают. Даже не обязательно те, которые активно высадят. Просто оккупационные власти, видимо, ставят свою задачу создать обстановку страха, чтобы ни у кого не было желания остынуть свою ферму. А сколько людей исчезло? И кто они? Ну, по нашему оценку 19 человек, мы по фамилии где-то по-моему, 5 человек знаем. Преимущество это крымский тетяр. Хотя есть несколько украинцев тоже, которые имеют салпозицию. Спасибо большое, успехов!